итак всем привет продолжаем так чуть-чуть играть и и и размышлять данном случае я продолжу рассказывать историю создания игры fallout историю создания игры fallout и так и так и так что мы закончили на чем мы закончили игровой процесс но игровой процесс у нас закончился на том что что мы пришли в убежище 15 а это убежище 15 здесь никого нет все мертвые и лазят вот эти всякие твари которых надо убить и возможно после убийства мы заработаем новый уровень и пойдем искать наш чип дальше и так прошлый раз я остановился я недорассказал эту историю создания игры fallout от создателя но сейчас я продолжу остановился на том что скотт со своим товарищем с тимом начали твердить себе что нужно обязательно создать игру по правилам же у rpc пока скотт сражался с 7 rs тим предложил начальству создать новую rpg игру rpg игру по лицензии же у rpc кто-то на спросил что это такое за лицензия и тим убедил их тем аргументом что же у rpc является универсальной системой и сделав одну игру на базе на основе этой системы в будущем можно использовать так пойду-ка я подремаю на улице можно будет использовать базовые игровые механизмы для создания любой другой rpg rpg по-разному на за каждый называет и почему-то на в компании купились на это стив джексон легенда настольных игр создал и зарегистрировал права на g у rpc но стив уже успел обжечься от о компьютерной игры ранее две его замечательной разработку легли в основу игр для apple auto duel и ogre с тех пор стиву постоянно обращались разработчики желающие превратить свои любимые творения джексона в компьютерной игры и обычно это оканчивалось плохо до выздоровления когда интерплей обратилась к стив джексон games за лицензией те были настроены весьма скептически им показали длинный список rpg созданных компанией интерплей но никакой реакции не было им пообещали сохранение контроля над процессом разработки опять никакой реакции потом они озвучили сумму аванса и после этой суммы они согласились получив лицензию g у rpc тим собрал команду и как раз к этому во время моменту sim earth закрыли и он назначил скота ведущим дизайнером и скот пошел на некоторый риск поскольку ему приходилось отваживать людей от других проектов когда контракт был подписан сам стив джексон пришел в студию чтобы увидеть и поприветствовать разработчиков и они обсуждали тогда основополагающие идеи для будущей игры одним из острых вопросов был на что вы думаете про насилие и кровь в игре на что стив ухмыльнулся махнул рукой и ответил чем больше тем лучше эти слова навсегда засели в головах команды и на тот момент все шло отлично но нужен был сюжет одной из гениальнейших черт этой лицензии этой g у rpc является отсутствие привязки к жанру можно устроить игру на ником западе в космосе где-то во вселенной какой-то или среди мечей и магии фэнтезийного мира они очень хотели подчеркнуть эту невероятную гибкость новой системы и создать сценарий который сразу задействовал бы несколько жанров вот задействовал бы несколько жанров так патрончики нашел что тут еще что тут еще что тут еще так и вот я вкратце зачитаю начало черновика сюжета который родился после одной пивной ночи весь сценарий я зачитывать не буду только часть потому что сценарий довольно таки большую и так сценарий вы создаете первого персонажа обычного джо из современного мира начале игры вы встречаетесь со своей подружкой другом по посреди солнечного парка во время короткой беседы вы договариваетесь вечером сходить на свидание после прощания появляется группа культистов одетых черные робы хватает вашу подругу или друга и вы гонитесь за ними и видите как они затаскивают его или ее страшный темный особняк на краю города если вы позовете на помощь появится полицейский но его тоже схватят как только он постучится в дверь придется разбираться самостоятельно пробравшись в дом вы становитесь свидетелем загадочных песнопений и ритуалов чё делал сохранить надо так песнопений и ритуалов в процессе поиска вы натыкаетесь на фолианты описывающего похожего на ктулху монстра которого сектанты хотят призвать с помощью кровавых жертвоприношений так а куда мне идти хаба сейчас погодьте я тут чуть-чуть чипа ведь там нету а мне надо куда-то дальше идти так хаба возможно в хаб или джанктаун давайте сходим джанктаун а вот что то давайте сюда блин 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 на крыс напоролись ну может быть это и к лучшему так как сейчас возьму уровень а возьму они сейчас по очереди начнут кусать меня их более об этом я не подумал сейчас каждая по очереди укусит и мне гайки я наверное ребятки убегу извините но мне надо по делам и так в конце концов управлять его огромный подземную пещеру с возвышающийся над проходящим на статуе какого-то божества по другую сторону дымящая яма высшие жрецы готовят вашу возлюбленную или возлюбленного к жертвоприношению но жрецы очень сильны так что быстро вас хватают и отводят на край ямы верховный жрец заносит нож над телом вашей подружки и отдает приказ после которого вас кидают в черную темную и яму так это какой-то какой-то что это такое так уберу-ка и оружие вы приходите в себя после того как вас бросили посреди кучи хлама здесь можно найти что угодно от мешков мусора и упаковок до продуктов от продуктов до гниющих тел похоже что культисты которые нигде которых нигде уже нет используют эту странную яму в качестве помойки осмотрев мусор вы находите тело офицера полиции заряженным револьвером с оружием в руках вы покидаете пещеры выходите на солнечный свет открывшийся вид вводит вас в ступор густые джунгли извергающийся вулкан и птеродактиле в небе заменили привычный городской пейзаж ну и все в таком стиле то есть это такой первый набросок здесь и космос и магия и динозавры и чё тут только нет этот сюжет можно найти весь его зачитывать не буду он длинный но как говорит скотт они никогда не думали серьезно делать игру по этому сценарию он до сих пор у них является памятником безумному веселому дизайнерскому стилю команды скота но команда продолжала искать и идеальный жанр для первой ролевой игры по же у рпс так это на летчики это какая-то какая-то лагеря на летчиков поскольку же у рпс открывал большие возможности им хотелось придумать что-то другое скотт с товарищами обдумывали так мусорный бак вы едва можете разобрать надпись на наклейке сохраняйте улицу у города в чистоте скотт с товарищами обдумывали идею создания научно-фантастической игры об исследовании планет в основе которой можно было бы использовать генератор галактик тима но это походило на игру лицензии по лицензии стартрек которой интерплей уже занималась появилась идея почему бы не сделать новую версию васеланд история васеланд трагически закончилась девяностом году когда electronic arts выпустила чудовищное продолжение foundation of dreams и решили почему бы не возродить эту потрясающую игру и не отдать ей все почести которых она достойна идея сразу всем понравилось так чё это эта стена о машина уже первую машину видим покрытие так ей всем понравилось им даже заметил что компания стива джексона работала над сборником правил для пост апокалиптических приключений и работа началась первой игрой должна была стать джи у рпс в асталант скотт начал заново проходить в асталант достал набор гамму олд пересмотрел война дорог стальной рассвет и проклятую долину перечитал песни про лейбовицу и пляж пост апокалиптика была очень любима для скота то есть мысль о том что есть какой-то один выживший одинокий герой который не поддается мировой анархии он который сам себе и судья и относится к людям как хотел бы чтобы относились к нему и который в одиночку противостоит привет я толя ничего си толя а ты кто а я себе просто а ты кто иными со ты грабишь людей которым приходишь круто так мы никогда не крадем мы только забираем избытки имущества и перераспределяем к серии наших голодных людей звучит привлекательно так что то вот тут еще валяется нет так и как бы вот это сама просто под апокалиптика очень нравилось скоту потому что мир был наполнен опасностями приключениями было окружающий мир очень интересен нужно было выжить также была должна была быть далекая мечта поднять это все из пепла и все такое соответственно немногие жанры могут вызвать у аудитории такие эмоции и когда команда собралась перед предстоящими рождественскими выходными они обменивались идеями о том какая местность лучше подойдет для джер у рпс васселан им нравилась южная калифорния достаточно близкая к лас-вегасу откуда они могли бы достать парочку знакомых персонажей но все-таки достаточно далеко чтобы рассказать собственную историю их герой должен был стать членом команды пустошей так что это я тут вижу тюрьмы ну да ладно сейчас с этим парим какой-то главарь убейте его ребята как так то надо валить отсюда болен на хрен отсюда свалил свалил блин зашел загрузить так да не будет не надо туда заходить короче они раздумывали о какая будет местность либо южная калифорния либо не южная и вот это бы было преддверие рождественских каникул и вот перед самым концом встречи вошел юрист интерплей пожелал хорошо провести праздники и уже уходя он добавил ах да оказывается права на васселанд остались у е а электроник артс с раздеством так оно и было они как оказалось не могли использовать лицензию васселанд хотя созданием игры занималась интерплей на электроник артс была издателем и сохранила за собой права все права что было хуже всего а то что я обесценила лицензию потому что с момента выхода предыдущей игры прошло уже 7 лет но так как интерплей выпустила васселанд в составе юбилейного сборника заплатив за это е а получалось что я электроник артс заново публик опубликовала игру тем самым сохранив за собой права еще на 7 лет и это было по-настоящему дрянь как говорил скотт так что скотт с товарищами ушли на выходные совершенно разбитыми жанр и истории которую они выбрали больше им не подходил и надо было возвращаться к обсуждениям что интересно позже скотт узнал что я вообще тогда мне думала о лицензии на васселанд несомненно им совершенно не нравилось что интерплей сама стала издавать игры конкурируя тем самым с е а хотя всего пару лет назад делать это приходилось с помощью данного издательства отдаваем кучу денег также после отказа интерплей в течение в передаче прав на васселанд руководство также задавала вопрос своим внутренним разработчикам не хочет ли кто-нибудь использовать лицензию как оказалось кто-то хотел а спустя годы после выпуска fallout скотт пытался продать одну игру е а redwood shores скотт вспоминает помню как я шел через их офис разделенный перегородками на кабинки для разработчиков и увидел там кучу рисунков в стиле дикий запад встречает васселанд мне тогда сказали что они могли стать продолжением серии хотя игра так и не вышла причиной для начала разработки стал звонок в интерплей с отказом в использовании васселанд так сейчас я немного прервусь в россказнях потому что нужно нужно подумать чуть 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 делать блин а найти водяной чип я пришел туда там чипа нету заходить в тот домик тоже не особо хочется потому что меня там убили так 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 особо диалоги я не читал в хаб пойду-ка я в хаб потому что джанктаун я что-то помню там то ли зомби эти мутанты супер мутанты а в хабби хабби вроде более менее вроде бы было дружелюбно опа на кого-то нарвался это это несколько человек попробовать поговорить что тебе нужно где ближайший город он недалеко ничем спасибо надо валить отсюда был бы я поселением конечно их бы убил так щас к я схожу в этот хаб все-таки возможно там мне что-то подскажут что-то подскажут так 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 зайдем хаб вход надо оружие убрать это мало ли тут неадекватов так и это кто караванщик караванщик это мэтт если есть имя значнее можно говорить ты не знаешь где можно найти воде ночью может стоит поискать в универсальном магазине в бизнес-центре а что здесь делать это караваны мы перевозим товары практически в любое место в пустоши где-то мне уже смеется ну да а где найти работу можешь спросить хорошо шо 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 спасибо до свидания хорошо пошаримся здесь пошаримся здесь поспрашиваем народ и так продолжим историю да и так как родились убежища скотт немного пораскинул мозгами после того случая во время праздников и пришел к следующем мысли мол пускай я владеет всеми правами на вас талант чё двери нельзя открыть ну-ка а вот но ведь у них нет прав на весь пост апокалиптический жанр и в январе он сказал своим ребятам так чон а это тут работу ладно это потом это потом и он сказал ребятам что надо продолжить над игрой концепции вас и land и сделать собственную игру на этом и они решили что к черту все и они приступили к созданию новой игры теперь главная проблема была в следующем как сделать игру которая не похожа на вас его всю следующую неделю скотт ломал голову не как найти способ сделать игру совершит которая как бы будет совершенно другой пост апокалипсис у него было несколько вариантов то есть это вторжение пришельцев инопланетяне захватили землю человечество ведет гражданскую войну за свой дом посреди опустошенных земель но это не подходило так как легко скатывалась к фильму категории ботипа земля против инопланетных жуков следующим идеей следующей идеей была такая корабельный холм с пушками антропоморфные зверушки из радиации мутировали до появления разума и теперь с остатками человечества борются с ордой то есть остатки человечества борются с этой ордой жуткими дикими сусликами которые сжирают все на своем пути но это тоже не подходило бы она была похожа на гамма world следующая идея была были радиоактивные мертвецы так ящик блин такой большой ящик и ничего нету ну шкаф были радиоактивные мертвецы то есть страшный вирус убивает а затем оживляет мертвых давай им коллективный разум который стремится поглотить остатки человечества но это было похоже на омегу мэн или фильмы джорджа ромео у скотта в голове витала пара интересных идей но ничего достойного звания захватывающей истории именно тогда идея пришла в голову тим он сказал что она ему приснилось вроде бы он находится в огромном убежище которое защищено огромной дверью и это был не просто подвал от целый город люди жили там всю жизнь не представляя себе окружающего мира эта идея как молнией ударила в мозг скотта а ему так понравилась эта идея что он сразу выдал череду мыслей с ходу пришедших в голову и уже не мог остановить этот поток пришлось бежать компьютеру из это все записывать из этого крошечного семечка как говорит скотт вырос весь фоллаут то есть это у нас ближайшее будущее угроза войны стала реальностью единственный способ победить в ядерной войне это сохранить жизнь большему числу людей чем других странах поэтому правительство начало постройку подземных убежищ размером в целый город каждая не только для элиты как во многих антиутопиях но и для обычного населения быстрее и дешевле всего строительство убежищ обходилось путем бурения на пол мили вглубь гранитных гор внизу шахты взрывалась мегатонная бомба это создавало внутри сферу жидкой магмы четверть мили диаметром которая в конечном счете застывала виде плоской каменной поверхности оставляя после себя на лишь небольшой выброс газа улетавший через отверстие наверху и куполообразным подземное помещение было готово как говорит скотт он слышал о подобных правительственных экспериментах так вот каждое убежище вмещало от 100 до 1000 человек полностью обеспечивала себя очищенной водой овощами и домашним скотом жильем местами для отдыха так кто это ингу нятину боба чувачок продает жареных ингу нят я могу принять у вас заказ что происходит в городе что ты знаешь о водяном чипе никогда не видел ну раз не видел тогда нафиг ты не на так оружие мне надо библиотека вот о полицейский участок сейчас давайте тут зайдем так вот скотт полагал что понадобится от 50 до 80 лет чтобы продукты распада после ядерной войны исчезли из воздуха так что несколько поколений людей прожили бы всю свою жизнь и умерли бы в этих подземных городах первая мысль была а зачем им вообще выходить раз уж им всю жизнь говорили что снаружи радиоактивная пустыня то зачем им покидать так чё у нас тут нужна работа охранник на это всякие вакансии вот зачем же им покидать и пришла идея что ни одна система обеспечения не может быть вечной что если она сломается что если не так долго жили в убежище что найти будет невозможно и герою придется покинуть этот рай и отправиться в наземный ад чтобы всех спасти а что же с остальными убежищами случались ли с ними поломки люди вышли оттуда когда сошлись что снаружи безопасно так кто это такой у меня проблемы не знаю герой друг калибра вот что давай приходи когда тебя опыта побольше будет ах ты мудень опыт ему не нравится хорошо тварь я тебя потом убью ну когда наберусь опыта приду возьму у него задание выполню получу от него какие-то нишечки и потом убьем его хотя наверное надо проходить за хорошего ну да ладно давай я продолжу эту историю там еще есть о чем рассказывать так вот вот эти все мысли витали в голове скота и он все это отнес тиму все эти записки и они вместе с тимом зацепились за эту идею скот был уверен что именно он предложил называть бункеры убежищами но мысль об удачливом тринадцатом пришла именно скоту так а чё у него тут у него тут немало всего книжки книжки но это все стоит денег у меня столько денег нету поэтому я наверное сейчас у него ничего покупать не будут так и по моему шариться нельзя потому что он обидится давайте попробуем они не обидится там ничего нет и так идем дальше скотт помнит как описывал эти убежища отдел маркетинга когда они спросили о чем будет его игра наверняка они дали ей прозвище fallout именно после этого скоту кажется что это название ему сразу не понравилось не было в нем жестокости опасности как он хотел но все-таки это название победила кстати скотт ах чуть было не назвал игру рад зон сейчас он на это смотрит и понимает что название это рад зон не очень с началом разработки они быстро разобрались что за игру они собираются делать и было принято несколько решений которые определили ее суть поскольку большинство из них были одержимые настольными ролевыми играми они очень любили вариативность подхода к тем или иным проблемам многие из таких решений были достаточно сложными но от этого не менее интересны к примеру ведущий говорил два бандита впереди игрок всегда мог предпринять несколько разных действий я прячусь кусты чтобы устроить засаду я прячусь за укрытие и достаю лук я завожу с ними бесед я подбегаю к ним и говорю чтобы чтобы выворачивали карман я пробегаю мимо них с воплями о боже она гонится за мной бегите мало кто во время ролевой игры как говорил банальное мы нападаем на них уже у рпс был полон разных навыков и сражение в нем получилось достаточно получались достаточно жестокими персонажи в бою персонажи в бою так давайте с этим чувачку я занят окей но что-то он красным говорит надо наверное так это тоже дальнобойщик и ладно пойдем дальше так вот а по поводу жестоких боев персонажи в бою часто проигрывали противникам даже более слабым игрокам приходилось полагаться на навыки своих героев чтобы побеждать врагов и преодолевать препятствия а навыков в дже у рпс было множество на тот момент их там были сотни сейчас уже это больше тысяч вполне нормальным было иметь с десяток навыков на листе персонажа но использовать всего несколько на протяжении всего приключения все это привело на их к двум важным решениям правило первое различные варианты всегда нужно давать игроку несколько путей решения проблемы и правило второе никаких бесполезных навыков все игровые навыки должны иметь какое-то реальное применение это означает что игрок не должен был увидеть такой фразы ваша верная команда решает сражаться или бежать нужно было сделать игру необычайно свободное чтобы из стычек можно было выходить желаемым способом если бы игрок выбрал навык устрашения он должен был бы иметь возможность применять его как можно чаще и решать с его помощью как можно больше проблем скотту хотелось сделать игру но по-настоящему жестокой игрок должен был чувствовать что он один против целого мира что нет безопасных мест нельзя никому доверять любой неверный шаг может стать последним это означало кое-какие безумства разработчиков что кое-какие безумства разработчиков не всегда вписывались в игру к применду банда бродячих ханнибалов одевается как злые клоуны это хорошо но когда они кидаются пирогами и пищат носами это плохо а большая часть юмора приходилось на диалоги команда скота поняла что почти любой житель забытого бога мира снаружи убежище должен быть немного сумасшедших просто чтобы переносить обыденные кошмары окружающей действительности это помогло им сделать кучу безумно запоминающихся персонажей так кто это такое это с этим я говорил вроде бы так мне надо библиотеку найти я говорю 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 бегаю а библиотеку уж надо найти так правило номер три черный юмор это хорошо нелепая комедия это плохо соответственно игра должна быть с черным юмором еще одной ключевой идеей которая на вытекала из их общей любви к настольным играм было создание собственного персонажа конечно большинство арпиджи позволяют вам нам перекидывать очки характеристик и выбирать с пол своего персонажа но скоту хотелось создать героя который позволил бы играть так как захочется то есть чтобы игроки выбирали как они хотят пройти игру стать крутым парнем с большой пушкой либо стать здоровяком который любит драки либо тихим убийцы либо юрким персонажем в которого сложно прицелиться все эти варианты и не только перечисленные все другие должны были работать в игре поэтому выбирая несколько навыков и способностей как бы игрок уже говорит как он собирается играть это также означало что при любом варианте специализации персонажа игру должен был иметь возможность пройти игру до конца до конца привет если ищешь работу в одном из нас поговорить с хорошо правило номер четыре нужно давать игроку играть так как ему хочется и так они решили что в игре будет много крови кажется именно тем придумал фразу технологическая вершина жестокости замесел был таков что если вы делали критическое попадание и убивали врага но мы это в игре увидим вы увидите а то извергал фонтаны крови как в фильмах братьев шо и как бы этот враг там падал замертво разные способы убийства отражались разными анимациями смертельное попадание мечом разрезала противника на части смерть от пулеметного огня превращала тело в решеток пока труп не падал в лужу крови попадание из бластера оставляла лишь кучку пепла так вот однажды они собрались для обсуждения графики персонажей и всех необходимых анимаций пробежами пробежал глазами список необходимого леонард заметил что там были дети соответствующими анимациями смерти включая чрезмерно кровавые а скотт помнит как он насмешлива взглянул на него и спросил а дети тоже типа нам это точно надо скотт поколебался он представил как родители заходить ходят в комнату маленького своего ребенка и с ужасом видят как он расстреливает из пулемета детей на школьном дворе слава богу как говорит скотт он остался верен своим убеждениям и сказал еще бы дети тоже то есть скотт хотел бы дать игроку возможно делать все что ему заблагорассудится при этом встречаюсь с неизбежными последствиями обворовали магазин хозяин больше вам ничего не продаст устроили перестрелку в городе стражники нападут когда вы вернетесь получили репутации где-то убийцы теперь ни один нормальный человек кроме самых конченных отморозков не заговорит с вами то есть хотите быть злодеем не ждите лучшего обращения итак правило номер пять у поступков должны были быть последствия конечно это рождало массу увлекательных ситуаций больные засранцы из команды тестеров получали самые смачные экземпляры как говорил скотт они использовали навык кражи на детях вызывая окно демонстрируя содержание инвентаря ребенка но вместо кражи они клали малышу взведенный динамит и пока игрок искал укрытие невинный ребенок превращался возвращался к своим друзьям и случался бабах я слышал тестеры соревновались кто сможет убить больше детей за один взрыв вот такие вот тестеры как говорил скотт большие засранцы безумно весело но все равно они больные и я могу говорить слово жопа как говорил скотт они хотели чтобы персонажи в нашей игре говорили прямо и грубо иногда даже изрыгали проклятие но 1995 году так а где моя мышка ребятки я сюда еще не заходил слова жопа было запрещено федеральной комиссии и кроме всего прочего многие люди не любили излишнее насилие в играх в играх так давайте наверное на сегодня по истории чуть-чуть все потому что я только рассказываю рассказываю а играть не играю хотя надо было бы немного еще и поиграть ну конечно же играть уже будет проще когда я буду какие-то собственные мысли рассказывать но давайте сейчас чуть-чуть поиграем так же книжный шкаф что-то здесь все пусто что-то жителей ничего не оставляют так короче я пришел в хаб да мне надо найти водяной чип а где мне его надо найти так 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 чё-то какая-то библиотека вроде должно было быть так так давайте ка я сбегаю вот сюда перейду в другую локацию где у нас тут карты хаб торговца а вот вот переход переход вон туда сейчас я перейду в другую локацию там сейчас у народа поспрашиваю а вон вон переход так 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 здесь полицейский участок оружие ну хаб это тут такое больше как место тут больше места такое чисто скупиться продать чё-то вон маркет сейчас я выйду во внешнем мире посмотрю чё там еще есть потому что мне кажется в хабе тут особо ничего не узнаю на самом-то деле здесь можно наняться кстати охранником насколько я помню и убивать тех кто грабит корованы я наверно сюда в хаб вернусь и более детально тут положу но самое главное мне сейчас найти этот чип потому что все таки можно ходить наверно некрополь схожу так не кропы некрополь это по моему как раз вот здесь всякие вот эти вот типа зомби а вот я не помню а ну-ка тут можно подремать до утра не могу по ходу придется с ними драться по ходу да но по идее они не должны стрелять есть они не должны стрелять значит а чё-то они вроде не агрессивная а так они даже не о канализации так спустимся кавка канализацию что у нас здесь в канализации нам бы конечно взять бы еще один уровень вот так что тут сейчас полазим может какие-то ништячки найдем какой-то труп много трупов по идее должно быть страшно так пришли мы в некрополь по моему в некрополе что-то было так что у нас тут есть учета а вода есть переход подожди не стреляет давняя из не стрелять то нечем а ну-ка с ним по ходу можно поговорить так кто это я могу чем-нибудь помочь да да мне нужна вода над землей некрополе воду контролирует сет его гули мы мирные люди и ненавидим сета кто такой сет сет такой же гуль как и мы он обрел немало власти в наземном мире он выродок почему же он ну вот как вы видите есть диалоги можно грубо общаться а можно вежливо я выбираю пока вежливость сет не говорит об этом но он боится что ему не хватит людей для защиты некрополя если вдруг его придется защищать поэтому он дает нам столько воды сколько нужно мне нужен водяной чип с тех пор как сломался мы брали воду из помещения под землей я слышал что там есть компьютер о походу там чип водораздел на севере придется лезть через канализации я просто хочу посмотреть как он работает я тебе не верю ах ты падла не верит он мне прости если ты заберешь мы все умрем мы не можем выжить сломанным но там не пофиг ну а возможно ли причинить это будет довольно сложно необходимые детали потерянных где-то в канализации канализация кишит монстрами а хочешь найти эти да да хочу спасибо неси их сюда и тогда смогу тебе помочь хорошо и куда мне идти где-то канализация наверное куда-то сюда наверное куда-то сюда короче сейчас походу надо помочь им починить починить так пойдем поищем канализации а вот наверное и так маркетологи интерплей не считали что грубые слова принесут какой-то убыток до тех пор пока они не начали трогать семь слов джорла карлина ну кто это такой я не знаю но может кто-то знает так так как вспоминал скотт его стальный старый школьный друг майк на грине тоже работаешь и в интерплей сказала что одним из ярчайших воспоминаний был случай когда он радостно бегал по коридорам компании и кричал всем подряд что теперь он может говорить слово жопа жопа будет если я не успею в срок найти этот чип итак как и многие дизайнеры скотт любил думать масштабно и в чем это масштабность если кто-то попросит меня пройти сделать побочный квест мне придется держать себя подальше от клавиатуры иначе как говорил скотт он напишет такой сценарий достойный племен богини дану это касалось и технологических улучшений хорошие дизайнеры как говорит скотт обычно пытаются раздвинуть границы возможного так и скотт со своей идеей и со своими квестами то есть это должны быть не обычные какие-то квесты а какую-то им история какая-то логика там должна быть и и и и и и так дальше таким образом пытаясь создать таким образом скотт пытался создать самую большую и самую лучшую игру какую только возможно соответственно соответственно на этом этапе пытаясь создать это все сталкиваются с какими-то вещами которые конечно же не попадают в финальную версию вступление игры решили сделать интерактивным вместо ролика просмотра ролика со смотрителем скотт с командой решили дать возможность поиграть в убежище 13 то есть игра начиналась в комнате звучала приятная музыка компьютер призывал нас одеться и пойти на работу в шкафу было много гимнастерок убежища и все эти гимнастерки одного цвета и по пути на работу вы встречали точно так же одетых людей точно так же одетых людей мы проходили мимо жителей которые жаловались на вкус воды место работы зависело от выбранных навыков то есть в начале игры мы же выбирали навыки и вот место работы вы зависело от этих навыков так вот то есть это могла быть служба безопасности научное исследование обслуживание и или что-то другое люди ввели себя вежливо но признаки недомогания были заметны и некоторые боятся люди судя по разговорам некоторые люди боялись проблем с водой так помри тварина блин а когда же мне новый уровень дадут ого еще не еще 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 не мало и так когда вы вот это ходите то есть вы играете и вы слышите что все-таки какие-то проблемы и в результате вас смотритель вас вызывает и говорит о том что проблемы с чипом и нужно этот чип найти вот чтобы помочь людям скотт считал что выход в пустошь очень важен чтобы показать игроку насколько высока цена поражения валим 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 еще раз валим много раз валим но 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 там была целая история но это все внутреннее помещение говорил скотт убежище 13 урезали причиной урезки был банальный недостаток времени блин это скотина уворачивалась я походу помру хух не помер но мне надо было бы подлечиться интересно можно ли у этих гулей полечиться а это то что урезали из-за нехватки времени как говорит скотт всегда огорчает когда любой творческий акт упирается в бизнес и нужно принимать непростые решения всегда нужно принимать так попробуем полечиться до выздоровления как вспоминает скотт во время игры фоллаут 3 как только он впервые покинул пределы убежища и ступил на пустошь он даже немного ослеп ему открылся столь необъятный простор для исследований ощущение лежащего впереди чуда вот как раз именно это чувство и хотел скотт вызвать в первой части фоллаута и скотт похвалил 3 фоллаут в частности этот момент был очень очень отличный он назвал его отличной работой и так давайте на сегодня все история очень длинная и на самом деле тяжело чуть-чуть играть и и и надеюсь в следующем видео я историю закончу и все таки мы немножечко продолжим играть уже более менее осмысленно поэтому всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайк и комментируем всем пока пока